Вам поднимут цену два-три раза. Вы как себя ввести будете? Вот взяли и повысили. Так же после Нового года все то же самое. Народу рассказывать, приезжать. Где они есть? Нету никого. Это у людей терпение кончилось, а наши терпилы сидят и терпят. Вы вот видели войну в Донбассе. Мы выживаем, мы не живем. Но ведь терпят только рабы. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы спросим прохожих на улицах провинциального города и узнаем, верят ли россияне в то, что на Казахстан напало 20 тысяч злодеев, или там восстал возмущенный народ. Это Глаз Народа. На Казахстан напали злые злодеи, или там сам народ восстал, как вы думаете? Ну, я думаю, сам народ. Я думаю, что, наверное, свои же на своих, внутри страны. А 20 тысяч злодеев? Вы верите информацию, что 20 тысяч их показали? Не показали ни одного, кроме музыканта киргизского, который признался там в чем-то и под чем-то он был, я так и не понял. Вы понимаете? Так а что же на самом деле, на ваш взгляд, там происходит? Ну, когда у вас поднимают цены в два раза, и когда от этого зависит жизнь, допустим, или состояние людей, да, как на газ подняли, то у них газомоторное топливо, у них обогрев в доме. Но вы себе представьте, если вам поднимут цену в два-три раза, вы как себя ввести будете? А вы считаете, что в России может быть такое, как там? Да, вполне. Уже потихоньку выходят, обсуждают это. А если по телевизору скажут, что это тоже злодей извне, вы поверите? Как гражданин этой страны, нет, не поверю. Власть защищается как может. В России народ, да вообще-то давно пора восстать уже россиянам. А чем вас не устраивает эта жизнь? Да вообще, не работы, если работа есть, то копеечная вообще, я не знаю. Народ сам восстал. У меня такое мнение. Я родом с Волгоградской области, с Паласовки, прямо на границе с Казахстаном, 15 километров, ну как здесь, до Украины. И у нас там больше полнаселения тоже города, казахи. Я этих людей знаю, они, ну просто так они не будут вставать. А как же 20 тысяч злодеев, о которых говорят официальные СМИ? Ну вот это я не знаю, как, ну кто их видел, я их не видел, вы их тоже не видели. Может быть, что-то там и есть, там кого-то наняли, какие-то наемники, что-то. Ну, опять же, это СМИ. А на самом деле ни вы, ни я мы их не видели. Ну, здесь палка о двух концах. Может быть, организованы, конечно, были группы, которые по указу каких-то руководителей, по то, что простой народ за повышение цен на газ поднялись, как бы, ну а эти уже сопутствующие, чтобы сделать переворот в стране и все. А вот их президент дал приказ стрелять по людям. Вы считаете, что это правильно? Ну, с одной стороны, да, потому что по-другому никак нельзя. Жесткие меры всегда не оправданы. А как вы думаете, причины, почему народ восстал? Ну, из-за повышения цен, несколько газ, там, на газ несколько раз там подняли цены. Я так думаю, что не очень благосостояние народа большое, как у нас, хорошее, как у нас. Как вы считаете, а может ли в России произойти подобное? Возможно, потому что так, как мы живем, нельзя так жить. А кто в этом виноват? И ведущие власти, ну и, в принципе, мы живем как козлы. Отпущение и все. А если бы народ восстал, а вам сказали, что это засланцы госдепа, вы бы поверили? Да нет, смотря по каким причинам подняться. Вы предприниматель, почему растут цены? Ну, цены, конечно, мы не знаем, почему растут. Это все наше правительство, это все они регулируют. Ну, это вот вы продаете, вы поднимаете эти цены? Нет, конечно, не мы поднимаем. От поставщика цена зависит, конечно. А поставщик же, он тоже, его же тоже кто-то контролирует. А опять же, контролирует наше государство. Все зависит от них, все сверху это. Если бы у вас была возможность, вы бы снизили цены на свой товар? Конечно бы снизил бы. Почему? Потому что те цены, которые были, допустим, лет 10 назад, мы больше зарабатывали, больше выгодно было и жизнь лучше была немножко. А так, чем дальше, тем хуже. Пенсии, главное, обещал Путин, 8% по инфляции, 5,9% всего выплатили. И все, не знаю ничего. Кинься, везде бардак полнейший. Полнейший, я считаю. А цены не будут расти, потому что никто не контролирует за этими ценами. Ничего, абсолютно. А вы вообще верите, что цены будут падать? Нет. Наоборот, они повышаются с каждым разом. Вот взяли и повысили. Также после Нового года все то же самое. Взяли и повысили. На все абсолютно. Как вы считаете, а может ли в России восстать народ? Нет. Почему? А потому что в России люди привыкли еще одно. То есть народ будет терпеть? Да. Да. Мы привыкли это к этому. А власть он жирует. Смотрите, как олигархи живут, как чиновники живут, как живут их дети. Это понятно, что. Ну а что делать? Вас это не возмущает? Нет. Ну а что делать уже? Уже будем, как будем. Лишь бы войны не было. Считаете ли вы, что у нас рабское мышление? Где-то 50 на 50 есть. Но ведь терпят только рабы. Ну понятно, что. Вот у нас в Казахстане события происходят. Верите ли вы в то, что народ сам восстал или на них напали злодеи? Сам восстал. А как же 20 тысяч злодеев? Не могу понять просто этого. Переворот. А кто кого переворачивает? Народ, власть. Вы верите, что это злодеи напали на Казахстан? Я даже не знаю. Ну как-то не верится. Наверное, это все-таки народ. А может ли народ восстать из-за роста цен и тарифов? За это да. А если вам скажут, что это все организовали злодеи из других стран, вы поверите? Нет. Почему? А потому что это все зависит от местного и от местной власти. Ну когда не с чем будут платить кредиты людям и ипотеки, тогда встанет вопрос, умирать по плинтусам дома или выходить. А если по телевизору скажут, что это все злые силы Запада организовали, люди поверят? Ну вы сами-то верите в это. Во-первых, реакция Запада была настолько тормознута, что они сами, я понял, не ожидали, что будет в Казахстане. Ну подготовлено все было, скорее всего. То есть, я не считаю, что Западу не нужно, потому что три четверти промышленности принадлежит Китаю и западным компаниям в Казахстане. Там практически все ихнее. То есть, менять им что-то там, ну не с руки. Вы понимаете, да, о чем мы говорим? Так что, я думаю, набрать. Это просто безусловно с людей. Как вы считаете, с сердечками, с цветочками можно достучаться до олигархов? Наверное, нет. Наверное, уже нет. У них уже деньги, наверное, все в мозгах перепутали. Поэтому навряд ли тут что-то до них достучишься сердечками. Они называют. Если вас не слышит народ, как можно до нее достучаться? У нас есть, понимаете, вот, смотрите, есть у нас в Думе сколько у нас партий. А что ж эти оппозиционеры, они же должны нам, как бы, народу рассказывать, приезжать. Где они есть? Нету никого. Понимаете? Вот оппозиция наша вся, вся там в Думе сидит, никто ничего не делает. А единая Россия всем правит, все. А если народ возмутится и выйдет на улицы, кто будет виноват? Будет виноват тот, кто это позволил. Народ и будет виноват. Его сделают виноватым. А как же так? А власть? Где вы ее видели? Вы ее видели, власть? А я нет. Скажите, а вот в Казахстане восстал народ. Вы считаете, что это злые силы их подтолкнули? Нет. Это у людей терпение кончилось, а наши терпилы сидят и терпят. 40% всех ресурсов природных находится у нас. И там где-то живут, а мы существуем. Чувствуется ли вам, что эти ресурсы принадлежат вам? Ага. Принадлежат широким кошелькам. Но не нам. У нас кошельки худые. Верите ли вы в то, что народ сам может организоваться и подняться на восстание? Может. Потому что это будет. А что не так? Потому что половина на улице ночует. Вот дома развалили, и некоторые остались без квартир. В Казахстане сам народ восстал или на них напали злодеи? Ну, я считаю, что сам восстал. А почему вы так считаете? Ну, скорее всего, какая-то несправедливость, наверное, от правительства идет. Поэтому люди и восстали. Так же, как и на Донбассе. На Донбассе и на Украине все это происходило. Мне, честно говоря, Россия мало знакома. Я сама с Донбасса, поэтому как бы... Вы вот видели войну в Донбассе. Вы считаете, что там кто-то народ поднял или народ сам поднялся? Ну, народ потревожили, я бы так сказала. И поэтому народ поднялся. Жили спокойно, никого не трогали. Все было хорошо. Ну, это же все от правительства зависит, правильно. Я так считаю. А вообще от народа что-то зависит в нашей стране? Нет. Нет. Все решает деньги. Нет, в России, по-моему, сейчас уже нельзя выразить свой протест, потому что сейчас на фоне Казахстана сейчас нас начнут усиливать больше всего. И как же достучаться до власти? А достучаться я просто не знаю. Вот это тупик какой-то. А если этот тупик доведет до того, что народ восстанет, кто будет виноват, Запад или сами люди? Это будет виновата власть, что довела народ до такой степени. Если вам по телевизору скажут, что это злые силы извне, вы поверите? Я настолько уже взрослый человек, что я в это не верю. Я оптимист, я верю в то, что вижу. И сопоставлять умею немножко, что-то как-то. Каналы все какие, правительственные, все... Потому что они не видят то, что делается в стране, а видят только хорошую сторону, которая им выгодна. Да и все. Леграфически. Мы видим, что восстал народ. А потом присоединились злодеи. Они уже начали самовправство. И все. Они просто под маской того, что вышел народ против некоторых действий партийных деятелей. И подсоединили, присоединились к ним бандиты. Просто-напросто. А за это надо винить народ? Народ нет ни в коем случае. Как вы считаете, может ли подобное произойти в России? Мы считаем, что уже недалеко осталось за это. Может. А проблема в повышении цен, в повышении пенсионного возраста. Уже очень людей. Вот человек мог пойти в этом году на пенсию, а теперь еще пять лет ей вкалывать. А здоровье уже не то. Верите ли вы, что власть олигархов когда-нибудь признает свою вину? Нет. Никогда. А как же быть народу? Вот так. Как мы сейчас, так и быть. Нет, этого стал народ. Почему? Довели народ до этого. А по телевизору же говорят, что злодеи. Да, по телевизору все, что говорят, неправда. Разве вы не верите телевизору? Нет. Почему? Потому что можно умножить на два, что они говорят по телевизору, это все неправда. Россия не будет развиваться, пока идет вот эта вот давка народа. Нас давят, нас потихонечку душат. Если так разобраться по-хорошему, нас душат. Нам не дают жить. Мы выживаем, мы не живем. А как вы думаете, наверху в этом знают? Конечно, знают. В Казахстане власть олигархов, и у нас власть олигархов. Как можно до них достучаться? Да никак вы не достучитесь до них. Зачем им нужно? У них, Россия, это обогащение. У них дети на Западе, у них жены на Западе, любовницы на Западе, активы на Западе, недвижимость на Западе. Ну как вы достучитесь до них? Если пройдет какая-то власть, они просто сядут в самолет и полетят на Запад. Если, конечно, их инсчита там не арестуют. Вот и все. Что бы вы пожелали народу Казахстана? Сил, здоровья, меньше войн. Кровопролитие. Держитесь, ребята. Мы за вас переживаем. Казахстана, ну, всего хорошего, добра, мира. Ну, что, добра, счастья и здоровья, дружбы. Пожелаем им добра, мира, конечно, чтобы все у них закончилось нормально. Мы такие же, как и они, такие же. Вы же сами сказали, под властью олигархов ходят. Болит ли душа у вас за то, что там происходит? Конечно, болит. Чего ж не болит? Конечно, очень болит душа за всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok